Всем привет ребята, с вами Джофф и сегодня у нас на канале Эксклюзивчик. Скрины новых карт из патча 8.11, новых и старых переработанных. И начнем мы ребятам с Химмельсдорфа. Да-да, именно он у вас на экранах. Химмельсдорф у нас становится зимним. Точнее, как сказал Шторм, будет летняя и зимняя версия. Потом его, кстати, еще спросили, будет ли смена поры года на картах. То есть, допустим, летом летний Химмельсдорф, зимой зимний Химмельсдорф. Он ответил, что возможно, в будущем такое будет. Но пока что просто в рендоме будут сразу две карты, летняя и зимняя. Итак, давайте посмотрим, что же изменилось на Химмках. В принципе, ничего, просто туда добавили снега. Те из вас, которые пользуются модами и активно интересуются ими, они знают, что уже есть такой зимний мод, который переделывал очень многие карты под зиму. Там летали снежки, стояли снеговики и так далее. В общем, было очень все красиво. Видимо, наши картоделы посмотрели на этот мод, поняли, как можно сделать красивую зимнюю карту и решили, скажем так, пойти правильным путем. Следующий скрин. Вот как смотрится это все с высоты птичьего полета. Очень красиво, я считаю. Не знаю, возможно, кому-то больше нравится летняя версия, но мне кажется, ребята, что летняя версия, она немножечко такая мрачная и унылая. Там из-за того, что все разрушено, да, там из-за того, что все дымится и так далее. А тут же, когда это все запорошено снежком, ну, очень и очень красиво. Знаете, есть такая старая поговорка «Хорошо в России зимой, когда под кучами снега не видно куча мусора». Вот так вот и с Химмельсдорфом. Хорошо в нем зимой, когда под снегом не видно все эти разрухи. Красивая карта получилась. Смотрим следующий скрин. Вот этот многоизвестный замок. Возможно, какие-то есть мелкие изменения, но на первый взгляд, вот так вот, если смотреть со стороны, они пока что незаметны. Следующая измененная карта, которая появится в патче 8.11, это Редшир. Наверное, самая любимая карта войны. Что тут можно сказать? Во-первых, ее разгладили, то есть теперь она не такая, скажем так, высокая, да, как была. То есть холмы стали ниже, все стало ниже, все сгладилось, меньше кочек, меньше всего. То есть вот это вот город, если я не ошибаюсь, да, вот это вот нижний респ, тут холм, тут так называемая аллея смерти. Вот тут когда-то было очень много кустов и деревьев, но их немножечко посрубали, да, и поставили тут круг. Когда-то старичка была вот в городе, вот. И игроки много жаловались, ну, нафига туда ее всунули? Там один из респов, вот этот, например, который тут появлялся, он получал преимущество, то есть те ребята, которые отсюда приезжали, они сливались, ну и так далее. То есть старичку решили перенести сюда. И в принципе это правильно, одни ребята появляются. Тут другие, вот с этой стороны там, и шансы более-менее равные. Это город, это речка, а вот это вот, который был большой, большой, огромный вот такой холм, по-моему, вот до сюда, который я уже доходил практически до самой верха скалы. Его, по-моему, убрали, и теперь это просто небольшой такой маленький холм. То есть вы видите, да, вот тут когда-то была огромная гора, вот это она. Походу ее просто жутко занизили, как реальную четкую приору, да, как реальный таз, как-то забуды делают. Вот, и теперь это просто небольшой такой холмик. В принципе, по-моему, правильно, потому что вот эта огромная гора, она ничего не давала, кроме куста сиденья. Вот, ребята, следующий скрин, тут видна аллея смерти, тут когда-то был огромный холм, сейчас видите, что тут стало намного меньше кустов деревьев, добавилось пару камней, если не ошибаюсь, вот этого камня не было, и вот этого камня не было. Что самое интересное, вы видите, тут кусочек круга захваты, базы, и вот тут вдалеке виднеется еще один. То есть его решили перенести оттуда, вот в эту сторону, то есть за вот это вот, за эти два домика. То есть перед аллеей смерти он теперь стоит. Ну, а есть еще кое-что интересное. Это выезд с нижнего респа, тут очень часто бывают тяжестояния, там перестрелки и так далее. Смотрим сюда, и видим, бац, вот круг захвата нижнего респа. И вот этот круг захвата виднеется тут, видите, который посередине, и там еще третий. То есть разработчики пока что не определились, где им оставлять базу. То есть они думают над разными вариантами. Я так понимаю, что сейчас на супертесте на этой карте лежат все три одновременно круга захвата, и это, возможно, окончательная версия. То есть встречка будет вот с этим кругом, а стандартный бой будет тут захват, и вот там вот перед аллеей смерти тоже будет круг захвата. Эрленберг. Тоже очень любимая многими карта, потому что после нерфа артиллерии на ней, наверное, 60% всех боев заканчивается ничьей. В общем, классная карта. Тут то же самое, что на Редшире. Сгладили горки. То есть тут были огромные у нас горы, вы помните, что они примерно были вот где-то вот досюда, наверное, если не ошибаюсь. То есть не ниже, чем домики в районе замка. Теперь они совсем небольшие. Добавили сюда домик, то есть теперь, скорее всего, столкновение танков будет не тут, как классически, да, бывает, а скорее всего куда-то переместиться сюда. Вот, и, возможно, защищающая сторона будет дефить где-то вот тут вот. Так, тут у нас что? Это один из респов, да, это выезд с моста мы тут видим. Опять же тоже, видите, что везде горки стали ниже. Вот, наверное, разорвочки таким образом хотят сделать меньше пустосидения, но, на мой взгляд, тут важнее то, что нужно сделать больше переходов через речку. Потому что три устья входа, они легко контролятся, и из-за этого подосау стоят, те же стоят, ну и арта, конечно, тоже где-то там стоит. А, вот, вот оно, вот оно, изменение моей мечты. Наконец-то, разорвочки догадались сделать нормальный вброд, то есть можно, чтобы можно было переехать не только по мосту. Вот таких штук надо по всей, по протяженности всей речи сделать как можно больше, чтобы было больше вариаций, где можно речку переехать и закрепиться на вражеской стороне. И последняя старая измененная карта, это Прохоровка. К сожалению, ребята, она не появится в патче 8.11, потому что Шторм сказал, что она еще не до конца доделана. Там очень много багов, очень много свистопляски. В общем, сейчас картоделы все еще работают над ней, поэтому пока что вот эти все скрин, которые вы видите, они, скажем так, предварительные. Итак, что мы видим? Во-первых, появился, ребята, дым. На горизонте появился дым от выстрелов, дым от пожара, техники и так далее. То есть, добавилось атмосферности. Вот что еще, ребята, изменилось. Опять же, тут отсюда еще лучше виден дым, да, на горизонте, который от уничтоженной техники и просто от горящих пуканов. А тут же появились еще, кстати, разрывы от снарядов. То есть, карта стала более такой, скажем так, боевой. То есть, теперь понятно, что на этой карте происходит данный момент сражения. Или вот буквально там пару часов назад происходило. Раньше мы этого не видели. Она просто была гладенькой, как какая-то тихая русская деревушка. А вот первая бутафория на этой карте. Это, если не ошибаюсь, это то ли зенитное, то ли еще какое-то орудие. Возможно, просто противотанковое. Дальше смотрим, что у нас тут появилось. Тут у нас, ну, опять же, некоторые вагончики сошлись с рельс. Ну, тут, в принципе, все как по-старому. Так, смотрим тут. Тут, опять же, этот обрывчик, где СТ, туда СТ забираются. Очень интересный дым. Мне, на самом деле, ребята, интересно, он статичный или двигается. Было бы классно, если бы он двигался. То есть, вот так вот дым поднимается из-за горизонта. Это было бы вообще офигенно. То есть, вот такие вот мелочи, казалось бы, они совсем не важны. Ну, с одной стороны, да, и на них не обращаешь внимания. Но, когда они появляются на тех картах, где их раньше не было, атмосферность это добавляет просто плюс 500%. Так, это у нас аллея. Аллея смерти. Опять же, вы видите, что тут добавилась колючая проловка. Добавились кусочки танков, если не ошибаюсь. Вот это, да, вот это вообще на унитаз похоже. Ну, не суть. Воронки от снарядов, взрывы, там, пепел, вышенная земля. Смотрится, ребята, все офигенно, честно. Вот именно это надо добавлять на наши карты. На такие, где реально проходили большие танковые сражения. Это у нас... А, это у нас остров. Опять же, тут небольшая палаточка. Тут позиция, кстати. Это, типа, если не ошибаюсь, танковая позиция, да, вот такие вот. Или это просто такой, типа, мини-окопчик такой. Не знаю, что это такое. Поправьте меня, любители истории. Вот еще один ракурс на аллею. Опять же, вышенная земля. Воронки от снарядов. Ну, и кусочек ПЗ-шки, если не ошибаюсь, да. На скрине плохо видно, он плохого качества. Но это, по-моему, ПЗ-шка, ребята. И, наконец-то, ребята, новинка в патче 8.11. Новая карта. Пока что рабочее ее название. Это Винд Сторм. Насколько мне известно, эта карта была сделана по образу и подобию норвежского города Тордхейм. Вы сейчас видите его скрины на экранах. Вот. Ну, и давайте посмотрим, что же она из себя представляет. В принципе, это большая, очень большая карта смешанного типа. Тут есть и речка, тут есть и немаленький город. То есть, не как на Эрленберге, там, где совсем в мире пустенький. И тут есть открытые пространства. И даже есть кое-где, видите, на фоне горы. Пока что не знаю, будут они использоваться или нет. Вот, кстати, городская часть. Мы видим мосты, речка, куда можно, я думаю, упасть. Съезд. В общем, городская часть для меня представляет самый большой интерес, потому что городские бои, они самые интересные. Смотрим дальше. Вот мы видим еще один ракурс города. Вот это что такое? Это, по-моему, порт. Да, ребята, это порт. Это большие-большие такие погрузочные краны. Тут есть несколько переездов. Особенно, ребята, конечно, радует вот эта вот дизайнерская мысль, точнее, картодельская мысль, когда вот, вы видите, идет дорога-дорога и бац, тупик. То есть, на этой карте можно будет на танке убиться об стену. То есть, вы сами понимаете, да, для чего это сделано. То есть, если у вас 41% побед, вы сразу подъезжаете, убиваетесь и на днище. А это уже начинается часть карты там, где города нет. Тут опять же речка, вот это церквушка или монастырь, что-то в подобном духе. Это или парк, или кладбище, но, в принципе, одно и то же для нас, танкистов. Значение не имеет. Вот у нас, опять же, город. Это центральная площадь. Ну, красивый, красивый зимний город. Ничего не скажу. Тут, возможно, будут какие-то горячие столкновения. Да, вот из-за угла туда стрелять, туда стрелять, туда стрелять. Забавненько. Дальше виднеется порт. Опять же, город не маленький. Это вы видите, что город размером где-то с Руинберг. То есть, интересно тут будет играть. Интересно. Так, а это общий ракурс на город со стороны гор, я так понимаю. Вот это промышленная зона, порт, жилая часть. Ну, город на самом деле огромный. Вот это все, посмотрите, ребята. Вот это все, немалая часть карты занята городом. Это обалденно. А это ракурс на зеленку. То есть, в принципе, она не так уж много пространства занимает, да. То есть, как бы есть, но, в принципе, город не меньше. И это, конечно, радует меня лично. О, памятник. Как там говорилось, джентльменов удачи. Кто же его посадит? Он же памятник. Памятник кому-то или чему-то. Девушка, судя по всему. А может, и парень. У них там в Европе не разберешь. И ракурс с высоты птичьего полета, наконец-то. Итак, вот она карта. Я так предполагаю, что будет где-то... А, вот идет красная линия. Вот так она идет. Потом, видимо, вот так и вот так. То есть, ребята, где-то, ну, если не половина, то где-то треть карты будет занимать город. И вы, на самом деле, наверное, видите, насколько эта карта огромная. То есть, тут реально, тут, наверное, полтора километра, если не больше. То есть, она действительно огромная. И это не может не радовать. Потому что очень сильно надоели за последнее время все эти маленькие карты. Типа Северогорск или Священной Долины. Там, где максимум 600-800 метров танки стреляются на этом расстоянии. Если один из респов будет где-то вот тут вот, на зеленке, да, если не ошибаюсь, вот эта промышленная зона, где-то тут один из респов, то, видимо, другой. А, вот он, вот он, видите. Вот он. И будет возможность лирашить по зеленке. Вот, ну, относительно, да, говоря, там вдоль речки или вдоль города по окраине. Или через город заходить. Вот такая вот, ребята, будет новая карта в патче 8.11. Надеюсь, вам понравилась так же, как и мне. Мне лично еще особенно понравилась Прохоровка. Но Прохоровка, как обещает Шторм, будет только уже только в 9.0, потому что там еще много чего надо делать. Но при этом еще классные химки у нас будет в патче 8.11. Вот такие вот новые карты и такие вот у нас изменения на старых картах. Подписывайтесь на канал, ребята. Ставьте лайк, если вам понравилось это видео. И оно было для вас полезным и интересным. И увидимся уже завтра на канале с новым видосом. С вами был немножечко гундящий и больной Джофф. Удачи вам, нагибайте и не болейте. Чао, какао. Спасибо. Удачи вам. Продолжение следует...